доброго времени суток уважаемые друзья вот и получил я долгожданную посылку с ножом о пп кизляр василий теркин значит первый нож который заказал предыдущий нажим мне изготавливали мастера я доверяю авторским работам вот при том как говорится можно заказать то что ты хочешь но увидев видео на канале архадыр на же василий теркин я влюбился в этот нож мне показался идеальным вот и без всякого сомнения я конечно же записался на его получение насколько я помню я посчитал я был 63 в очереди на получение этого ножа как известно 100 ножей будут иметь юбилейную гравировку василий теркин 100 лет ркк вот и они будут особой серией и дальше уже они будут скажем так раритетными как известно из видео остальные серии буна остальные ножи будут называться нр-18 и насколько я понял из общения с андреем орловым они будут вороненными ножи с полированным клинком и с юбилейной надписью будут только 100 единиц ну или там какая-то очень ограниченная очень ограниченная серия значит посылка от кого город кизляр улица грозенская 97 а о о о п п кизляр индекс кому соответственно мне начинаем вскрывать 3 мая получена на моем что он отделение так письмо общество с ограниченной ответственностью производственное предприятие кизляр уважаемый владимирович хочу поблагодарить вас за то что приняли участие в совместном проекте канала архадыр и оо пп кизляр под названием василий теркин надеюсь у вас останутся только положительные эмоции от использования данного ножа и ожидания которые возлагали на данный проект будут оправданы в полной мере а наше изделие займет почетное место вашей коллекции хочу пригласить вас в наши группы социальных сетях контакте инстаграм в которых вы вклад в которых мы выкладываем интересный материал о том как происходит процесс изготовления наших ножей и публикуем самую свежую информацию о событиях связанных с нашим предприятием с уважением орлов андрей печать общество с ограниченной ответственностью кизляр личная подпись конечно же адрес электронный адрес понятно складываем временно этот пакет так поломбой это не знаю темляк не темляк видимо значит ремешок с защелкой предназначение будем разбираться дальше желтого цвета логотип фирмы кизляр скажем так производственного предприятия календарик 2018 год с топориком новинка рекламный календарь полезная вещь новинка нр-18 надпись на клинка на клинке в районе гарды также календарь полезная вещь зажигалка все равно кизляр не курю но на охоте на рыбалке для разведения огня с удовольствием пригодится ведомственная фирменная я так думаю что это авторучка до ведомственная фирменная авторучка ооо пп кизляр электронный адрес и логотип приятный синий цвет так все больше ничего упаковки не имеется ооо пп кизляр индекс адрес электронный адрес все такое особая серия василий теркин 63 как я угадал действительно я 63 из сотни мне нравится уже работать о пп кизляр потому что это серьезная организация я посчитал вычислил свой номер в очереди 63 это подтвердилось то есть никто не вклинился за все это время ну и видимо никто не отказался то есть 63 очень приятно итак открывать будем значит здесь так и пожалуйста изделие ознакомиться с подробной информацией об изделии вы сможете на сайте www.kizlar.ru ооо пп кизляр представляет предоставляет пожизненную гарантию гарантирует устранение любого производственного дефекта изделия путем ремонта или замены в течение всего срока службы при условии правильной эксплуатации его штамп от и к семнадцатая ноль четвертая двадцатая видимо семнадцатая ноль четвертая две тысячи восемнадцать все понял ну и так же там телефоны и вот пожалуйста нож нож рукоятка эластрон черный нож черный нож значит звезда ркк внутри серп и молот на ножнах такая же звезда у ножнах имеется подвесочка для ремня сюда войдет даже ремень офицерского состава ну портупея в простонародье называется ремень офицерского состава заклепка материал но это не кожа ну плотный материал ну что ж на затыльнике очень симпатичная очень симпатичная такая как это сказать отверстие для темляка совмещенная с таким в простонародье называют его стеклобой ну скажем тогда затыльник со стеклобоем на рукоятке как вы видите такие сделаны в прессовке протектора здесь тоже самое звезда на обоих сторонах вот рукоятка удобная пластиковые ножны с возможностью крепежа на модирование либо рюкзаки либо вещевые мешки типа молли ну и так же отверстия круглые для какого-то там пришнуровывания и так открываем и вот пожалуйста небольшая такая видно с рабочего стола после заточки небольшая тут примагнитилась небольшая пыль ну которая была при заточке опять же прошу обратить внимание 63 дробь 100 63 номер из сотни ножей надпись василий теркин василий теркин звезда серпомолот в районе гарды оборотная сторона 1918 ой 2018 100 лет РККА вот пожалуйста а так же общество с ограниченной ответственностью производства предприятия кизер с логотипом пожалуйста голографическая думаю да и лейбл приклеен на клинок нож мне великолепно нравится он отличный хочу передать свои впечатления он идеален рукоятка у меня крепкая рука я высокий человек сильный занимался спортом самбо дзюду рукопашным боем штангой с детства руки у меня крепкие гены так сказать тоже этот нож помещается в мою руку идеально видите да молоточный хват как говорится даже запас еще насколько вы понимаете тут около сантиметра допустим нож таран в мою руку помещается с трудом и рукоятка мизинец находится на задней части рукоятки с этой рукояткой с рукояткой этого нас же таких проблем не имеется значит фиктовальный хват пожалуйста упираемся сюда тут есть протектор упираемся плюс вот этот упор гарды скажем так все отлично отшлифована я это все протру конечно еще спиртиком тампончиком ой . ножа конвертик ведомственный ведомственный конвертик ну тут понятно он заточен но уже по желанию по желанию хозяина можно еще довести заточку до бритвы этим я займусь в ближайшее время что сказать форма лезвия спуске начинается ну даже не с одной четверти а там даже одной скорее всего пятой ширины клинка с одной пятой это конечно же это конечно же линза значит вот здесь имеются такие скосы на обушке которые соответственно придают ему определенный шарм это раз эстетика во вторых я думаю да когда будут протыкать какой-то то ли мясо то ли что-то это будет упрощать вход острие посмотрите как заточена длина давайте перейдем к измерению нож легкий взвешивать весы имеется но не хочу это не нужно никому сколько он там весит весит он около я думаю 100 граммов так надеюсь видно линейку я укладываю нож острие к нулю линейку и засекаю двадцать двести семьдесят пять миллиметров общая длина двести семьдесят пять миллиметров меряем длину рукояти длина рукояти составляет сто двадцать два сто двадцать два миллиметра великолепно у меня хват одиннадцать сантиметров запас длина лезвия длина лезвия длина лезвия я думаю видно что было вам сто сорок семь сто сорок семь миллиметров режущие части сто сорок великолепно ну я считаю как бы 14 миллиметров сто сорок миллиметров сто сорок миллиметров режущей части это то что нужно длиннее нож становится трудноуправляемым когда начинаешь им выполнять какую-то работу предплечье мышца предплечья устает потому что большой рычаг короче нож соответственно уже не может выполнить те задачи которые может выполнить с такой длиной лезвия семи сантиметровые десяти сантиметровые лезвия уже не могут выполнить такие задачи то есть разрезать какой-то глубокий большой кусок мяса тут же допустим качан капусты ну при изготовлении какого-то какой-то еды ширина ширина клинка 25 нет 24 24 может быть плюс-минус какие-то доли 24 и толщина оптимальная вообще толщина клинка оптимальная я ненавижу ломики под пять миллиметров ну и двухмиллиметровый хозбит который на кухне имеется тоже не то итак выставляем четыре с половиной четыре с половиной отлично то что нужно и упругость ну скажем так прочность соблюдена и нету излишней толщины которая не нужна что я хочу сказать завершение этого обзора нож этот идеален но нужно тут тоже ничего особенного фиксатора нету вставляется для тех любителей которые ходят ходят в походы туристические походы на рыбалке которые ходят на руках ногами кверху он не выпадет даже при сильных таких рывках вам все понятно значит вот нож лежит на такого плана вот пожалуйста нож если кто-то там не это вот нож на такой даже есть упаковка нож великолепный нож не то что меня порадовал просто какое-то такое чувство счастья восторга долгожданного подарка который сделал сам себе в этом ноже сочетается все что нужно элостроновая удобная рукоять отверстие для темлечка удобный затыльник для каких-то работ разбить что-то там раздолбить нож и не толстый и не узкий по лезвию великолепный сбалансирован ну скажем сбалансирован он вот так вот так ширина лезвия идеально длина идеально ограничители идеальны никогда не соскочит через эти ограничители налезя какой бы пенек я там не ковыряла лишь какой бы лед я там не долбил там что бы я не делал это исключено что так что вот так вот пожалуйста нож юбилейный нож надпись еще в группе были споры насчет надписи какой-то энтузиаст тоже представлял свои шрифты в стиле машинок которые печатных машинок которые использовали в то время я Василий Теркин 100 лет РКК и годы образования и современные надпись великолепно тут имеется моя надпись порядковая лезвия еще наточу дополнительно доведу вот такой нож я рад что через определенное время этот нож будет уже реликвией и антиквариатом потому что сто лет РКК бывает только один раз так что так уважаемые зрители я рад что стал обладателем этого ножа нож прекрасен я счастлив желаю вам всего хорошего до свидания